Доброго времени суток и хорошего настроения! Всем привет! А настроение должно быть хорошим, потому что в Сноураннер вышло долгожданное обновление Иммандера, и впору вспомнить Чебурашку с его. Мы строили, строили и наконец построили! Ура! Ну просто долгожданное ожидание релиза было, но это оправданное ожидание. Что же вошло в новое обновление 7.0? Понятное дело, что карта Иммандера, которая на данный момент, наверное, одна из самых сложных карт в Сноураннер, из-за своего ландшафта и той распутицы. Большой размер, много камней, снега, грязи, льда делают прохождение карты серьезным испытанием для игроков. Добавьте к этому новые элементы геймплея. Если до этого на картах гараж либо было, либо нет, то на Иммандере он есть и его нет. Все дело в том, что открыв гараж, его нужно еще и активировать для того, чтобы использовать. Вот тут-то как раз у многих возникает непонимание ситуации. Реально, гараж есть, а заехать нельзя и что делать? Тоже непонятно. Но, как писал Иван Андреевич Крылов, ларчик просто открывался. Исследуя карту, рано или поздно мы приедем к складу, где откроется поручение, сломанная электростанция. Вот оно и открывает нам цепочку поручений, которые активируют гараж. Более детально про улучшение и активацию гаража я рассказываю в отдельном видео, которое вы можете найти по ссылке в описании. Это, наверное, самые важные дела, которые надо сделать сразу на Иммандере. А что в первую очередь делать, решайте сами. Вместе с карты Иммандера у нас добавится новый автомобиль. Туз 108 Warthog. Где его искать и что он из себя представляет, вы можете узнать из видео на моем канале. Ссылочку вы найдете в описании. Честно говоря, грузовик в игре был бы лучше, если бы ему определили роль скаута, а не вездехода. Собственно, как и Шишига, который тоже относится к вездеходам, но как-то не хватает ее для вездехода, если сравнивать ее с другими машинами из этой категории. На это даже модули кузова как бы намекают. Но это мое чисто субъективное мнение. Еще в игру вводится новый режим «Испытание». Для него даже отдельная кнопка в меню предусмотрена. На данный момент всего два испытания – Король Наездник и Потерянные в глуши, но обещают, что со временем появятся новые. За прохождение испытаний игроки будут награждены эксклюзивными наградами – фигурками Джокера и Маши. В каждом испытании своя задача. В одном вам предстоит найти и эвакуировать потерянные автомобили, в другом проехать по маршруту, которым просто не назовешь. Усложняет задачу и то, что вы не можете выбрать удобный для себя автомобиль, а будете использовать те, которые даются. Кто ждал хард-режим – пожалуйста. Чуть больше информации про испытания вы найдете в ролике у меня на канале, а ссылочку вы найдете в описании под этим видео. В тюнинге появился новый функционал – модификация салона наклейками, фигурками и освежителями воздуха. Тема прикольная, но выбор небольшой. Правда, разработчики со временем обещают дополнить ассортимент. Для скаута Туз-166 появился новый скин в виде аэрографии с жокером на капоте. Сам по себе внедорожник хорош, а с новой шкуркой еще и становится красивым. Как по мне, окраска новая нравится. Вявился еще новый широкий полуприцеп платформы, и судя по всему, на нем нам предстоит самолет по частям перевозить. Для выполнения заданий появился новый модуль металлоискатель. Находится он наверху карты возле склада, с его помощью нам предстоит найти бронемобили и обломки самолета на иммандре. Для обладателей DLC еще ждет и эксклюзивная фигурка собачка. На Мичигане добавились новые задачи для всех игроков, в том числе и для базовой версии. Улучшение. У всех скаутов, кроме Туз-420 татарин, теперь на крыше будет точка захвата для крана. В профиле игрока отображается местоположением имеющихся у вас машин. Теперь можно перезапускать поручения и контракты в кооперативном режиме. Улучшенный шейдер частиц грязи, добавлена активная подвеска для Дэри Лонгхорн 3194, немного подкорректированное руление на Фрейклайнер М916А1, улучшенный угол разворота для Вестерн Стар 6900 Твинстер. Также были исправлены обнаруженные на данный момент баги. Наверное это не все, но все же исправление есть и это радует. Парочку из таких я на вскидку сейчас могу вспомнить. Если кто-то помнит, то раньше к примеру на карте, когда проезжаешь мимо забора, он разваливается и отлетает. Теперь этой прикольной фишки не будет, наверное это к лучшему. Другая проблема, с которой я столкнулся в кооперативе, связана с синхронизацией российского тяжелого крана в кооперативной игре. С моей стороны выглядело это более-менее прилично. В общем теперь этого не должно быть. Еще в игре появились изменения, связанные с модами. Теперь можно использовать моды с грузовиками в кооперативном режиме. Когда клиент присоединяется к игре с модами, он автоматически загружает все нужные моды. Также игроки могут переключать варианты подбора игр между базовой версией и игрой с модами. Поддержка возможности добавлять на карту пользовательские ассеты, также поддержка настройки геймплейных зон, гаражей, поручений, контрактов и т.д. В редактор добавлены рефренсные карты. Данные пользовательских карт из редактора будут автоматически обновляться при переходе в главное меню. Теперь для этого не нужно перезапускать клиент игры. Еще игра перешла на последнюю версию SDK Mod.io, что повысило скорость загрузки модов. На обе карты полигоны добавлены сломанный техник, чтобы модерн было удобнее тестировать ремонтные модули. Обновлений конечно немного, но они очень интересны и очень полезны, особенно для мододелов. Обновлений на самом деле много, но я не буду озвучивать все изменения, это займет слишком много времени. Я вот остановился на тех, что посчитал наиболее значимыми. Хотя на самом деле все они значимые. Но я надеюсь, что этот краткий обзор обновлений 7.0 и модернер сноураннер, даст вам первое представление того, что есть в нем. Также вы можете перейти в описании под этим видео и увидеть другие полезные ролики про это обновление. А на этом все, спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok